Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на животном Таро на такую тему. Что сейчас препятствует вашим отношениям? У нас будет 6 позиций по одной карте. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идёт не на месяцы вперёд. Сейчас идёт запись на 29-30 мая. Поэтому спешите, пишите мне в Вайбер, Ватсап, личные сообщения ВКонтакте. Также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика, сканирование целителями. Там есть всё для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в свой Инстаграм. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Обязательно присоединяйтесь и пишите. Приглашаю вас также на ритуалы. Это чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от луны не зависят. Также ритуалы на отношения, на финансы, на здоровье. На избавление от зависимости, на похудение и многое-многое другое. Приглашаю вас на психологические консультации. Мы разберём вашу проблему. С вашей точки зрения, с точки зрения вашего партнёра или партнёрши. Также обязательно заказывайте у меня талисманы из янтаря и другого камня. И я могу их зарядить на любую вашу цель, вы её достигнете. Ну, конечно, если эта цель реальная. Также я провожу любые виды раскладов абсолютно на любую тему. Более того, даже расклады на способности, на развитие ваших способностей. Какие способности по роду есть и какие способности есть у вас, в принципе, которые даны вам от природы. Так что обязательно заказывайте и такие расклады. Они очень полезны для вас, чтобы понять себя, свою природу. Итак, первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая позиции. Что сейчас именно является препятствием для ваших отношений с загадным человеком? И начнём. Для тех, кто выбрал первую позицию, это карта суд. Здесь препятствием является карма. Кармическое препятствие для ваших отношений. То есть отношения, скорее всего, кармические, судьбоносные. Но при этом вы отрабатываете негативную карму. И сама судьба вас разводит. Вам не даёт судьба быть вместе. То есть здесь идёт, допустим, страдание по человеку. По этим отношениям. Скучание такое, да, сильное притяжение. Но при этом вам нельзя быть вместе, чтобы вам именно отстрадать. То, что вы задолжали партнёру в прошлых жизнях. Вот. Дикое мучение можно прервать. Нужно лишь просто выйти из порочного круга кармы. Перестать об этом человеке, ну вот такую, зависимо так думать, да. Привязываться к нему. А просто сменить одно на другое. То есть клин-клином вышибает, завести другие отношения. Если же вы хотите бороться до конца, то могу сказать, что вам нужно очень много пострадать, отработать. И тогда, может быть, вы добьётесь своего. Но сначала выстрадаете эти отношения. Такая позиция номер один. Вторая позиция, что препятствует вашим отношениям на данный момент, это семёрка жезлов. Ну, во-первых, у отношений есть враги. Явно недоброжелатели есть, которые не хотят, чтобы эти отношения были, чтобы они развивались, чтобы были друг с другом. Более того, это могут быть соперники, соперницы, которые лезут в эти отношения. Хотят, допустим, с вашим партнёром быть или с вами. И в этом состоит препятствие, действительно. Но по семёрке жезлов человек всегда способен отразить эти атаки. Тут атак очень много. Но человек способен их отразить и победить всех. Поэтому могу сказать, что боритесь, и у вас всё получится. Третья позиция. Что является сейчас препятствием для ваших отношений? Дурак. Дурак говорит о свободолюбивости кого-то из партнёров. То есть, если вы загадали, допустим, мужчину, то мужчина этот явно убеждённый такой, либо холостяк, либо человек, который очень ценит своё личное пространство. Ну, а женщину, если загадали, то она ещё просто не планирует серьёзных отношений, вступления в брак, детей и так далее. Есть ещё вариант по этой карте, что, допустим, вы загадали мужчину или женщину, у которого есть ребёнок. И этот ребёнок является препятствием для ваших отношений, потому что, допустим, человек не уходит из семьи из-за ребёнка. Или женщина думает, ты не примешь моего ребёнка, чужих детей никто не принимает. Да, всякие такие программы и установки. Но чаще всего по дураку именно человек ценит свою свободу, личное пространство. Не хочет обременять себя отношениями, брать ответственность за отношения. Ответственность для этого человека самая страшная и пугающая, что только может быть на свете. Свобода передвижения, мысли, слова, свобода действия – это для него самое-самое важное. Такая позиция номер три. Четвёртая позиция. Что основное препятствие для ваших отношений на данный момент – это шестёрка мечей. Это может быть расстояние между вами. То есть это когда люди находятся в разных городах, в разных странах. Это расстояние сложно преодолевать. Это основное препятствие для ваших отношений. Но также шестёрка мечей может означать то, что человек, ну так скажем, просто хочет сменить обстановку, уйти из отношений, поменять отношения одни на другие, кому-то уйти, покинуть вас. То есть это его какое-то решение – освободиться от отношений. Вот это основное препятствие может быть. То есть чувства потеряны или охлаждены, и человек нашёл кого-то ещё. Такая позиция номер четыре. Пятая позиция. Основное препятствие для ваших отношений – это колесо фортуны. Колесо фортуны – это перемены в жизни резкие, судьба, когда происходят фатальные какие-то происшествия, позитивные или негативные, неважно. Переезды, смены работы, ну и всё что угодно может быть. Резкая перемена в жизни у кого-то из вас мешает этим отношениям. Ну как будто сама судьба резко их может прервать. И в корне у каждого из вас меняется жизнь, и вы как в море корабли расходитесь. Также может такое быть, что отношения кармические, и вот, допустим, между вами огромное расстояние может быть, там разные страны, города, но при этом людей очень сильно тянет друг к другу судьбоносно. И тогда препятствием является расстояние, которое, по сути, можно преодолеть, но очень сложно. В любом случае не отчаивайтесь ни в одной из этих позиций. И в этой тем более здесь ещё можно что-то изменить. Судьба, она и есть судьба. Сейчас повернулось колесо фортуны в одну сторону, потом повернётся в другую, да, или просто пройдёт поворот колеса, и обстоятельства опять поменяются. Такая позиция номер пять. И шестая позиция, что в данный момент мешает вашим отношениям, это четвёрка жезлов. Карта может означать брак, чей-то брак, семью. Когда людей разделяют обстоятельства, ответственность за группу людей, за кого-то. Но также четвёрка жезлов может означать, что человек привык жить в одной зоне комфорта, которую ему очень сложно поменять. И любые отношения — это перемены в жизни, а человек привык жить в одной стабильной обстановке, и очень сложно войти в новую жизнь, в новую колею, в новые перемены. Проще оставаться где-то, да, где тебе удобно, хорошо и тепло. Но это опять же может говорить о чём? О том, что у вас хорошие, тёплые, добрые отношения, но человека не рвёт, не мечет, он никуда не торопится, да. А он спокоен за вас, уверен, что вы никуда не денетесь. И если бы у него были другие мысли и опасность того, что вы уйдёте, тогда, может быть, он бы простимулировался. А сейчас пока такого нет. То есть человек уверен, что и так всё будет хорошо, что же стараться, да. А это является препятствием для развития отношений действительно. Если же отношения у вас сейчас не существуют, разорваны, то могу сказать, что этот человек либо женат, замужем, либо в такой зоне комфорта находится, из которой он совершенно не хочет выходить и стараться для того, чтобы начать даже отношения. Ну, такие у нас были шесть позиций. Всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока, жду ваших комментариев, чтобы прочитать их, ознакомиться, понять, насколько видео проигрываются в вашей жизни. Для меня это важно, поэтому пишите как можно больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!